Вот мы его и будем называть уравнением Дирекха. Ну, во-первых, это уравнение действительно можно свести в Дирековской форме. Вот давайте я для этого что надо сделать? Умножить на ИХЦ, на ИХЦ, левую и правую часть, ну правая, справа здесь 0, дальше перенести вот эти два слагаевых направо, ну тогда слева у меня будет ИХДПСИОДТ, то есть я получу вот это уравнение, ИХДПСИОДТ, ну здесь ПСИ это Дирековская, мы с вами договорились, в общем случае много компонентов я получу, ИХДПСИОДТ, равняется АШДПСИОДТ, где АШДПСИОДТ, ну давайте я вот здесь выпишу, мне там, если нет, чему будет равно, ну если я на ИХЦ там нажал, значит здесь будет минус ИХЦ, вот так, почему минус, а, если я перетащу на право, конечно, будет минус ИХЦ, но дело в том, что минус ИХ НАПЛА, это оператор импульса, минус ИХ НАПЛА, это оператор импульса, значит, АШДПСИОДТ, значит, АШДПСИОДТ начнется так, С, АЛЬФАП, САЛЬФАП, ну видите, вот здесь первая производная появилась по координатам П, И плюс, я вам нажал, значит, на ИХЦ, здесь АШ сокращается, и на И минус единица, МЦ квадрат, плюс МЦ квадрат, бета. Ну, на самом деле, вид оператора Гамбингтона, Диргерского, Гамбингтониана, лучше сказать, конечно, существенно отличается от Шридгенгерского, ну, кое-что похожее есть, если учесть, что матрица АЛЬФА у нас безразмерная, безразмерная, дальше, что еще надо сказать здесь, вот это вот произведение С на П, ну, если учесть, что П это МВ, МВ, ну, так, по-простому, тогда это будет величина порядка МВС, ну, то есть она будет иметь размерность, что-то типа кинетической энергии. То есть, как бы это слагаемое скорее связано с кинетической энергией. Ну, правда, здесь мы потенциальной энергии и не предполагали, то есть мы на самом деле выше до сих пор нигде ничего не говорили относительно поля действующего на частицу, мы получали уравнение, повторяю, предполагаю, что поля никакого нет. То есть, реально, значит, мы ведем разговор о построении уравнения для свободной, будет говорить, дирменской частицы. Поля мы позже будем включать. То есть это слагаемое скорее всего вот ассоциируется с кинетической энергией. Ну, а это, ну, по структуре МС квадрата, это энергия покоя. Ну, вот, видимо, с энергией покоя это слагаемое ассоциируется. На самом деле, тут как бы вот такая просматривается литивистская уже структура гаминтаньяна. Но, тем не менее, конечно, до шренингеровского гаминтаньяна здесь далековато. Ну, что я могу сказать? Ясно, что в неком нерелитивистском приближении мы же должны вернуться к уравнению шренингеров, то есть к шренингеровскому гаминтаньяну. Это задача бы нам еще не будет решать. То есть мы найдем, конечно, эту связь, переход к шренингеру. Итак, гаминтаньян, матрица альфа и бета. Ну, свойства, вот они, да? Ну, давайте посмотрим, какими эти матрицы могут быть. Ну, так, по очереди начнем. Посмотрим матрицы 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4, 5 на 3, и так, и поехали. Ну, 1 на 1 не подходит. То есть, что это означает? Это означает, что однокомпонентной теории, то есть в смысле одной компонентной генковской функции, то есть скалярной генковской функции. На компонентной теории у нас не получится. Действительно, что это означает? Это означает, что 4 числа нужны, то есть матрица 1 на 1, 4 числа, но они должны удовлетворять вот этим соотношениями. Я в прошлый раз говорил, что, ну, в Эльмитовой синтезу, удовлетрить несложно в числа, тогда надо просто взять вещественные числа, а вот этим перестановочным соотношениям никак. Они все-таки требуют, чтобы эти соотношения выполнялись, надо, чтобы все-таки у нас были матрицы, не просто числа, то есть матрицы минимум 2 на 2. Почему? Ну, понятно, что возьмите два разных числа, но в антикоммутаторе они входят так, 2 на 3, плюс 3 на 2, ну, нужно, ну, больше мы не получим никогда. Поэтому однокомпонентная герковская теория быть не может, не может мы построить вот такого типа теории. Кстати, если вернуться обратно к уравнению клейного-гордона, то там-то как раз это условие, ну, там же у нас нет матриц альфа и бета, и для дневнических условий нет. И на самом деле, вот это уравнение клейного-гордона, оно как реликвидский вариант на уравнение и используется для скалярных частиц как раз, кстати. То есть фактически в рамках одной компонентной герки. Идем дальше. Матрицы 2 на 2. Ну, матрицы 2 на 2, проще всего начать с какими? С матриц Паули. Я в том, что любую матрицу, я об этом вам говорил в прошлом году, любую матрицу 2 на 2 можно представить в виде комбинаций единичной матрицы 2 на 2 и трех матриц Паули. Вот четыре матрицы единичная и три матрицы Паули. Образует как, своего рода, некий базис в пространстве матриц 2 на 2. Некий базис. Любую матрицу можно разложить, вот представьте, в виде суперпозиции четырех матриц. Ну, давайте с них и будем стартовать. Тем более, что матрицы Паули, Эрмитовы, и личная матрица, конечно, Эрмитова так. То есть, осталось только проверить вот эти перестановочные соотношения. Ну, я справа сейчас выпишу перестановочные соотношения для матриц Паули. Смотрите, сигма и, ну, здесь можно индекс вниз опустить, сигма ион равняется два дельта и ион. Ну, прекрасно все. Видите, как похоже, да? Вот смотрим сюда, все похоже. Но! Есть одно но. Это ведь у нас три матрицы только, от четвертой до матрицы. Четвертую матрицу надо добавить единичную. Вот. Но с единичной матрицей матрица Паули должна, ну, если мы ее рассматриваем как кандидатуру на матрицы, на матрицу Динека, она должна антикоммутировать с единичной матрицей. То есть, должно выполняться вот такого типа соотношения. Смотрим сюда. Если у вас И вот здесь вот пробегая значение, скажем, раз, два, три, один, два, три, а ЙОД четыре, то есть мы получаем вот это соотношение. Так? Ну, так оно должно для матриц Паули выполнять, вот я его и пишу, сигма и ДН на единичную матрицу плюс единичная матрица на сигма и ДН должно равняться нулю. Ну, это же никак не выполняется, потому что сигма, не матрица Паули, с единичной просто коммутирует. Она должна антикоммутировать. Она коммутирует. Не так. На самом деле из матрицы Паули, вернее, значит, матрицы альфа, типа двухкомпонентными здесь быть не могут просто. Вот мы просто взяли, явно проверили. Быть не может. То есть фактически двухкомпонентных дирковской теории тоже мы не можем построить. надо идти дальше, больше. Значит, можно доказать, я не буду приводить это доказательство, можете посмотреть его, как мне кажется, в самом таком компактном виде книжки квантовой механика Елютин. Ой, что-то он один, что ли, там Елютин. Или Елютин, Греченков. Квантовая механика тонкая, ну, достаточно тонкая книжечка. Она вообще непростая, из-за того, что она тонкая. все книжки по квантовой механике очень тонкие, и, вдруг, тонкие. А это такая тонкая. Ну, вот она такая, как бы рассчитана на, то, что человек самостоятельный будет. во многом. Но, тем не менее, вот свойств матрицы Дирека там очень аккуратненько, четко изложенный. Вы можете там посмотреть. Елютин, квантовая механика. Это, у меня, московские НГУ-шные курсы. Так вот, доказывается, что А, матрицы, размерность матрицы Дирека должна быть четной. Четной. То есть, это 2, 4, 6, и так далее. 2, 4, 6, и так далее. Мы проверили, что 2, это не подходит. следующий остается только 4, только 4. Вот давайте с четверкой поработаем. С четверкой поработаем. Значит, нужно найти 4 матрицы. 4 на 4, которые будут разворяли вот этим пересуновочным соотношением. Ну, понимаете, как бы, матрицы Пауэллит, они ведь у нас почти подошли. Почти, как-то не хочется выбрасывать их вообще. Вот. Хочется их как бы использовать. Матрицы альфа и бета, или 4, 4 матрицы 4 века альфа, на самом деле можно построить вот на базе матриц Паули. То есть, конструируя матрицы 4 на 4 из матриц Паули 2 на 2. Ну, для этого я использую так называемую суперматричную форму. Матрица это матрица, у которой матричные элементы тоже матрицы. И запишу сейчас, прям так, без доказательства, можно проверить, можно элементарно. Матрицы Дирека выражены через матрицы Паули. Итак, 4 компонентные теории матрицы альфа. Ну, здесь я возьму матрицы в обычной форме, то есть, 3 матрицы альфа и 4 матрицы гэта. Итак, в суперматричной форме матрицы так записываются, 3 матрицы. Через матрицы Паули нулевая матрица 2 на 2, нулевая матрица 2 на 2, сигма, сигма. Вот такая форма для матрицы альфа. И матрица бета, она строится из единичных матриц. Ну, то есть, все вот эти 4 матрицы, 3 матрицы Паули, единичные матрицы мы используем, но только из них конструируем новые матрицы. 4 на 4. это матрица так выглядит, единичная матрица 2 на 2, минус единичная матрица 2 на 2, 0, 0. Здесь сигма и и, еще раз повторяем, матрицы 2 на 2. 2 на 2. Значит, это матрица 4 на 4. Матрица 4 на 4. Ну, а дальше можно проверить, это вы можете в качестве такой простой задачки на матрице, просто проверить, что эти 4 матрицы будут дарять всем соотношением, всем этим свойствам, то есть, они эрмитры, ну, эрмитры проверяются элементарно, тут вообще проверять нечего, но здесь просто используется то, что матрица Сигма-эрмитовая, матрица Сигма-эрмитовая, значит, а матрица автоматически тоже будет эрмитовая, причем, потому что при эрмитовом сопряжении мы просто переставляем строгие столцы, то есть, транспонируем матрицу, она вообще не меняется, потом берем, ну, если речь идет о суперматрице, да, то мы должны что сделать? Транспонировать ее, а потом взять еще эрмитовое, некомплексное эрмитовое сопряжение, но при этом перестановочное соотношение, где-то они тривиальными будут, скажем, если вы вот это соотношение смотрите, ну, тут достаточно все тривиально, а вот здесь как раз видите, срабатывает форма матрицы бета и минус и, ну, а вот эти вот, вот эти вот соотношения посложнее они, как бы, но на самом деле эти соотношения сведутся перестановочным соотношением для матриц Паури. Ну и, наконец, матрица, да, вот эти соотношения, еще раз повторяю, связаны со структурой, ну, конечно, и со структурой матрицы альфа, но во многом все это определяет и быть матрицей бета. Бета квадрата единичной матрицы, очевидно, тоже, то есть матрица 1 минус 1 в квадрате будет единичная матрица. Ну, а здесь, правда, не 1 минус 1, а суперматрица единичная минус единичная тоже в квадрате даст единичную матрицу. Вот в рамках четырехкомпонентной теории мы фактически матрицы альфа бета, ну, не нашли, а сконструировали, проверили, что да, они удовлетворяют всем свойствам необходимым для того, чтобы их можно было называть матрицами диреков. Дирековские матрицы на четыре штуки. Ну, давайте мы остановимся на четырехкомпонентной дирековской теории и в дальнейшем, говоря о дирековской теории, дирековского уравнения, дирековских функций и так далее, мы будем по умолчанию как раз иметь в виду четырехкомпонентную теорию. То есть фактически в этом случае матрицы функции дирековские как будут выглядеть? Вот давайте с ними сразу разберемся. В рамках четырехкомпонентной теории дирековская функция будет так выглядеть в си дирековской это Пси1, Пси2, Пси3, Пси4. То есть это такая вот четырехсрочная матрица-столбец четыре компонента дирековской функции. Ну, кстати, обратите внимание, что если мы альфа и бета будем выбирать в виде суперматриц, суперматриц 2 на 2, ну, тогда и матрицу Пси, дирековскую функцию, можно уже представить в виде суперматрицы. Давайте мы сделаем так. Представим ее в виде суперматрицы с двумя строчками. Первые две компоненты Фи, вторые две компоненты Хи. Здесь Фи это двусрочная матрица, которая фактически объединяет у меня первые две компоненты, а Хи двусрочная матрица, которая объединяет третью и четвертую компоненты дирековской функции. Вот так вот. Ну, тогда и уравнение дирека, кстати, обратите внимание, если у нас функция Пси многокомпонентная, то это ведь не просто уравнение, это система уравнений. Это система уравнений. Если четырехкомпонентная дирековская функция, это четыре уравнения. Четыре уравнения. То есть надо рассматривать матрицу здесь альфа четыре на четыре, матрица бета четыре на четыре и фактически все слагаемые рассматривают как слагаемые матричные. Ну, а затем дайси тоже будет матрица на четвертого столбцова и в результате мы можем по строчкам расписать по строчкам расписать четыре уравнения. То есть выписать уравнение до первой строчки это будет так единица на цепь все один по дт первое здесь надо альфа на Пси умножить. немножко сложнее будет. Немножко догадаться, поступчик укладывается сигнал видит. Капу видит. Дирематый сальфа такой нитегональный вид имеет. но она как бы будет местами переставлять компоненты дерковской функции. То есть если я буду рассматривать здесь строчки первые две и для них уравнение писать, то у меня более-менее вот эта слагаемая впутает сюда третью, четвертую строчку. То есть в результате система будет это зацепляющийся уравнение. Ну вот давайте перепишем эту систему уже ориентируясь на четырехкомпонентную теорию перепишем немножко по-другому. Ну то есть пси у меня двух компонентов фактически получилась такая суперматрица. Альфа и мета тоже двух компонентов суперматрицы. Так вот я распишу это уравнение как два уравнения для первых двух для фей и для хей. Итак подставляя сюда в си в виде двух компонентов матрицы расписывают для первой строчки потом для второй строчки. Два уравнения и первую строчку пишу уравнение и и и плюс теперь смотрим сюда вот здесь альфа на пси альфа матрица давайте я распишу вот она у нас рядышком матрица давайте посмотрим альфа матрица на на все то есть вот на такую фи хи что вы получите мы получим вот что если бы она была диагональной мы бы получили сигма фи сигма хи но она у нас видите как раз не диагональна местами мы переставим при этом строчки мы получим здесь сигма хи а здесь сигма фи то есть она перебросит местами строчки просто ну и в результате что у меня будет здесь появится так плюс сигма на хи плюс ну а дальше бета матрица диагональна она ничего не перебрасывает так плюс и mc на х фи равно нулю вот первое уравнение первое уравнение а кстати почему здесь единица да я вас смотрю сюда единица на цель конечно вот же вот всему уравнению вы должны перед стройными голосами закричать и негодовать должны а вы так прогнатили так второе уравнение единица на цель дхи по дт повторяю второе уравнение условно это фактически уравнение для двух компонентов все длины псим-2 а это будет уравнение для трех третий четвертый пси-3 и пси-4 плюс сигма на два фи и здесь будет минус и mc на h хи равно нулю вот так вот фактически мы получили как бы систему формально систему двух уравнений систему двух уравнений ну кстати с этой системой можно ведь как-то ее формально решать относительно неизвестных фиг и хей но при чем это делать но правда здесь видите слева еще производный дойдет производных избавиться по времени каким образом ну просто разделить переменные разделить переменные я напомню что подобный процедур мы делали в случае уравнения шреддингера то есть если у вас оператор гарнитон не зависит от времени то уравнение уравнений допускало разделение перемен здесь же у нас структура до уравнения метель структура уравнения шейтинга время и все остальные координаты я это сказать пространственные координаты немножко осерегусь все остальные координаты разделить ну это вы делали я как бы ответ запишу уже что значит разделить переменные это фактически означает что фи и хи мы можем записать в виде каким образом фи это будет е в степени минус и делить на аж эпсилон т на фи зависящую от координат только да ну давайте как-то я не хочу новую вводить букву давайте вот что я сделаю так вот всех обманивать здесь не нравится что стрел то есть я практически что делаю функцию фи заменяю выделяю из нее часть зависит от времени а вот координатную часть под координатами у меня может быть обычная пространственная координата ну и забегая берет и сразу же скажу мы сейчас еще увидим что здесь нужно быть спиновые координаты вот так вот вот такого типа представления для функции повторяю мы получим результате разделение переменной но тогда что у нас будет очень просто смотрим ну вот сюда скажу я хи точно так же для хи точно так же делаю хи фактически заменяю на е в степени минус и делить на аж епсилон д хи ну кстати обратите внимание что если вы их объедините вот так вот да это и будет означать что вы для полной функции сделали выделили временной фактор так чему это сведется ну давайте я сделаю следующее вот во первых я домножу пусть слева домножим все равно слева или справа на и и х я умножаю здесь тогда останется просто и аж д фи по дт но это производная по времени что он не даст результате может фактор минус и делить на аж аж сокращается минус и на единичку будет и и все на останется только да вот то есть я к чему клоню к тому что после разделения переменных сделаем я перенесу и оставлю слева а все остальное перенесу направо и так давайте аккуратно будет смотреть чтобы справа здесь я умножал на и hc на и hc значит у меня и h оператор набло после того как я направо перенесу там еще минус появится минус и аж нам будет так ну и цель справа так цель сигма п п на х ну а здесь что будет я умножал на и hc здесь минус единичка будет да перенесу направо плюс будет аж на вербицей mc квадрат плюс mc квадрат фи вот правая часть как запишется ну эту процедуру уже с вами проделывали на самом-то деле для второй компонент ну такой супер компонент х мы получим цель я буду писать побыстрее но и место хи будет минус минус mc квадрат хи вот как будет выглядеть система стационарных уравнений то есть фактически это 4 опять же 4 уравнения которые образуют систему уравнений только уже стационарной теории зависимы не выдачи единственное что я здесь хочу сказать вот здесь вот шефсалон это полная энергия на всякий случай полную энергию вот эта система вот обычно с нее в рамках четырех компонентов Дерковской теории ну а забегая вперед я скажу что четырех компонентов Дерковской теории мы это как бы докажем мы на самом деле соответствует частицам Дерковской теории частиц со спином одна вторая то есть туда электроны попадают мембезоны протоны нейтроны вот то есть все частицы со спином одна вторая то есть это для нас фактически основное вообще-то говоря уравнение дерковской механики вот обычно с этим уравнением и работают давайте вот что сделаем подойдем к нему формально так по школьному я попытаюсь сделать так вот из второго уравнения видите я обозначил первые две компоненты фи а вторые две хи вот глядя на эти буковки фи и хи ну я я надеюсь что вам как бы сразу кажется что хи какая-то такая вот ну какая-то ущербная наверное третья-четвертая ну первое второе а третья-четвертая то есть фи как бы такая в огне чем фи вот это 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 то есть это так и обозначили почему потому что в рамках опять же забегая вперед мы будем говорить о том что в рамках обычной нашей теории обычной наше представление о мире фи будет у нас главной компонентной а хи как бы такой вспомогательной но единственное что надо сказать без фи без хи мы сейчас обидели не может как только мы хи отбросим это значит мы выплеснем и идем к это то есть потеряем весь релятивизм вот это очень важно то есть двухкомпонентная функция фи одна без хи описывать релятивистские движения частиц не может хотя формально двухкомпонентная функция фи спин одна вторая пожалуйста кстати эти двухкомпонентные функции фи еще и называют спинорой спинорой ну собственно любые величины величины которые характеризуются двумя компонентами но вектор три компонента это тензор первого ранга а вот если число компонент у тензора черный то есть мы говорим спинор спинор в целом спинор более общим понятным чем вензор спинор можно и вектор называть но чаще тем не менее это спинор ну а если у меня пара входит сюда функцию дирековскую Пси пара спинор то есть дирековская функция четырехкомпонентной теории это биспинор биспино так вот давайте формально это эту систему решим относительно известных фи и хи из второго уравнения я хи выражаю через фи и поцелев первое уравнение поехали и так из второго уравнения хи выражают через фи так пишем хи равняется ну надо вот это хи тоже перенести сюда налево будет эпсилон плюс mc квадрат ну а справа c сибма п останется на фи это будет выглядеть так сибма п делить на эпсилон плюс mc квадрат фи ну кстати выявить внимание что значит величина знаменателя конечно честно зависит от эпсилона эпсилон эпсилон положительный величина большая очень большая ну а эпсилон это энергия у нас так даже опять же забегая вперед ориентируясь на выводы классической теории мы можем сказать что эпсилон ну видимо эпсилон она должна включать энергию покоя то есть эпсилон должна начинать так mc квадрат плюс что-то ну что-то маленькое ну в условиях когда мы рассматриваем движение ну назовем это слабое эпсилон то есть эпсилон mc квадрат должно включать здесь злиминатель вообще будет гигантский в каком случае кругу приобретено порядка 2mc квадрат ну а вверху смотрим сигма из единичек состоит матрица здесь а здесь mv c а здесь величина будет mc квадрат то есть вот это отношение это величина порядка dc ну и если у нас скорость частицы много меньше скорости света то есть далека супер кратерийского предела скорости света то хи будет малой компонентной малой компонентной но не надо забывать о другом мы с вами помните в прошлый раз уже написали решение вот этого уравнения соотношение лучше сказать если он равняется плюс-минус корень квадраты из m2 c4 c4 c2 и выше то я говорил о решении с плюсом но еще и может минус mc квадрат что-то или минус что-то как минус что-то тогда все изменится вот обратите внимание правда я немножко вперед забегаю если ессалон у меня соответствует положительному значению корня то тогда здесь лиминатель очень большой и вот это дробь величина порядка в цель ну а если наоборот если я возьму сюда решение с минусом для форни будет очень малая величина порядка ну что порядка будет мв квадрат пополам и тогда она будет венечером порядка а здесь мвс тогда это отношение будет не векция цикл и ну тогда хи будет большая и маленькая это вот мостик понятием и связан частицы античастицы то есть мы привыкли к миру частиц а в мире частиц когда опять же ниже увидим я должен взять с плюсом и тогда хи будет большой главный компонент а хи малы но в мире античастиц там где надо брать решение для эпсалон с минусом там все наоборот хи как раз главный фи будет маленький но об этом чуть ниже и так дальше что делаю подставляю это решение в первое урок вот сюда весто хи весто хи и получаю кстати можно проще я неужели все забежал и сладка еще нет ведь я начал вперед забегать и забежал с вами вперед на самом деле я забыл о том что в школе еще говорили когда рассматривали уравнение земляне известными еще говорили о условиях существования нетривиально нетривиально посмотрим и так чуть назад я возвращусь хотя это соотношение же останется с проблем вы используете условия существования нетривиального решения как она выглядит у меня ну вот здесь надо все тогда обратно перенести да я не буду специально делать и нужно записать детермина раз писатель не матрицу с коэффициентов при неизвестном и дотерминаем этой матрицы и вот я еще получаю важным я получаю такое условие детерминат матрицы и с коэффициентов предназвестным все дерево перенес фи у меня первое будет неизвестно хи второе épsilon минус mc квадрат и соло минус mc квадрат ну и Второе уравнение, здесь минус С Си П, а перед Хи мы смотрим Эпсилон плюс МЦ квадрат. Эпсилон плюс МЦ квадрат. И вот этот детерминат нужно приравнять к нулю. Кстати, вот сейчас мы увидим, что отсюда, собственно, уже сразу видно, что мы получим Эпсилон, то есть решение для энергии. Находим детерминат. Итак, смотрим. Эпсилон минус МЦ квадрат на Эпсилон плюс МЦ квадрат. Дальше. Минус С квадрат Сигма П на Сигма П. Сигма П на Сигма П. Вот чему равен этот детерминат. Значит, дальше я учитываю, что Сигма П на Сигма П. Сигма П на Сигма П. Вот так. Воспользуюсь свойствами матриц Паули. Мы со временем задачку такую решали. Равняется П квадрат. П квадрат. П квадрат. Ну, то есть, тогда здесь будет минус С квадрат П квадрат. А здесь будет Эпсилон квадрат минус М квадрат С в четвертый. Ну, и я относительно Эпсилон квадрат запишу это соотношение, то, что здесь получается. И соотношение будет так. Эпсилон квадрат равняется М квадрат С в четвертый плюс П квадрат С в четвертый плюс П квадрат С в четвертый. то есть вы получили собственно то с чего стартовали привиска соотношения между грехли массы и пуссом кстати это есть некая проверка того что наше уравнение дирековские являетесь артическим вариантом ведь она нам дала как раз привиска соотношения между энергии массы и пуссом вот собственно сейчас я могу сказать что эссалон это есть энергия дирековской частицы мы отсюда два решения сразу я получаю два решения для два решения и плюс-минус корень квадратный квадрат c квадрат аккуратно пишу плюс-минус и дальнейшем будем говорить о положительно определенном решении я отрицательно определенно гришем положите небольшое решение когда ты заберу прицdev определенное решение было теперь я возвращусь немножко назад то о чем говорит dedicate сюда смотрим то есть есть не и 4 положить на определенном решении а положить на определенное решение для ипсалон что он дает ну представим себе что у вас скорости относительно импульсы относительно маленькие то есть будем считать что второе слагаемое существенно меньше первого и понятно что она с первым сравнимо только когда у вас bbc mc мc ну скорость недостижимая второй слагается меньше первого ну если я буду рассматривать ситуацию когда у меня скажем отношении этого слагаемого к этому много меньше единички а что это означает ну возьмите поделите я бы согласится цель квадрата одно сократится касается в квадрат то есть понятно что это слагаемое много меньше первого в случае если вы в цель квадрате много меньше единички вот это приближение мы будем часто ниже использовать тогда я могу и псалон представить приближенно просто рассчитать что я получу плюс-минус ну а дальше опять скобочек я так вот открою первое слагает будет mc квадрат первый слагаемый цель квадрат собственно энергия покоя то есть когда ты равна нулю дальше у меня что будет плюс следующий слагаемый то есть энергия покоя то для свободной частички следующее слагаем это 5 класс 6 энергия свободно энергия равномерного школьника прямолинейного движения чего значит это квадрат пополам это земной квадрат пополам то есть энергийская физическая энергия у нее сети мы же пишем не выпадает квадрат на паре плюс в квадрат на паре это вот разложение я веду по величине в цель квадрате следующий слагаемый кстати следующий слагаемый в школе не проходили она будет ваша потому что она тогда будет называться релятивистской поправкой почему энергия покоя не релятивистская энергия финических данных на речи в свободной частицы а следующие выслагаем уже поделись не поправка причем минимального порядка по отношению в цель я что если мы говорим о релятивистской поправки только величина будет порядка в цель квадрате под нелегистой кинетической энергии здесь все слагаемые дружка за дружкой так идут да и все второе от первых величина порядка в цель квадрате третий от второго величина порядка в цель квадрат это как она выглядит минус п в 4 просто школьное такое разложение корня 8 м в кубе цель квадрат увидя его так вот его я запоминаю вот как это разложение вот вот эта поправка между прочим литвист и поправки нечем и никакой выводы этой поправки никакой фантомеханики не применяли она соответствует просто обычному вискому соотношению межэнергию массы и соответствующим разложению в ряд по отношению в цель квадрат малый компонент для отрицательных определенных решений все будет наоборот тогда надо было бы наоборот из первого уравнения выразить фи через хи имея ввиду что она будет малой компонент и подставлять во второе уравнение фактически заниматься решением второго уравнения а сейчас ориентируясь на положительное определенное решение уравнение для фи то есть фактически мы видим что можно свести делая вот эту заведу можно свести уравнение уравнению для фи давайте сразу же посмотрим а что же мы в этом случае получим и так уравнение для фи как оно выглядит сейчас мы представляем вот это выражение что я получаю до чего что сделаю я на 4 а лучше оставлю здесь так как есть ладно ставлю как есть пока и так и будет равняться ну а дальше лежит c sigma p c sigma p c квадрат дальше эпсалон плюс mc квадрат знаменатель дальше значит значит на фи на фи так и плюс mc квадрат фи плюс mc квадрат фи вот что я получил здесь так вот что я получил а еще раз повторюсь на 4 уравнение для свободной частицы свобода движущейся частицы ну давайте сделаем вот что рассмотрим случай когда эпсалон беспокой цель квадрат то есть я рассмотрю вот это вот приближение в цель квадрате много меньше единицы тогда у меня эпсалон вот здесь знаменатель от mc квадрат будет отличаться на величину порядка в цель квадрате поцелет квадрате еще раз повторяю каждый раз двигаясь от одного слагаемого К следующему мы величину порядка mc в квадрате получаем, по отношению к предыдущему слагаем. Здесь можно, конечно, взять простейшее приближение. Давайте мы рассмотрим вообще такой нейритический вариант. То есть я просто ε положу равным mc в квадрате. Итак, давайте первый. ε полагает просто равный mc в квадрате энергии покоя. Что я тогда получу? Давайте посмотрим. Значит, здесь 2 mc в квадрате будет. 2 mc в квадрате. c в квадрате сокращается. Мы получаем b в квадрате на 2m. Удивительное выражение. Удивительно знакомое выражение. Дальше я сделаю вот что. Я mc в квадрате перетащу сюда. Ну, правда, здесь есть одно но. Я же не могу теперь ε равным mc в квадрате делать, так? Тогда у меня здесь вообще 0 получится. Я введу величину e равную ε минус mc в квадрате. То есть, энергия, отсчитываемая от mc в квадрате. Тогда в приближении, в котором малая компонента будет выражаться следующим образом. Это будет сигма p. И видите, здесь у меня, значит, повторяю, 2mc в квадрате. c в квадрате сокращается 2mc в квадрате. Вот в этом приближении я получу уравнение, которое выглядит очень просто. Это ефи равняется p квадрат на 2m, фи. Ну и е равняется p квадрат на 2m, естественно. Еще раз повторяю. Вот здесь в знаменателе я ε, полагаю, приближенную mc в квадрате. Ну, легко догадаться, что на самом-то деле я могу и точнее, как бы сделать, да. Но в этом случае, ну, видите, величину ε минус mc в квадрате. Вот это будет е. Да, легко догадаться, что по правке, которую вы получите вот к этому решению, это и пункт как раз, вот, величина порядка следующего, на 4мм, у себя пункта. А в ельтивистском приближении вот мы получаем обычное уравнение, которое фактически нам дает физическую энергию свободной не ельтивистской частицы b квадрат на 2m. Но, тем не менее, я на что хотел обратить внимание. На самом деле, тут более точное выражение вот этого вот, с ефсилоном, полным ефсилоном знаменателей здесь мы будем использовать ниже. Ну и кроме того, я могу, на чем, во-первых, я вернулся к уравнению Шейдингера для свободной частицы, имейте в виду, стационарному варианту Шейдингерской теории. Потому что в стационарном варианте Шейдингерской теории уравнение для свободно двигающейся частицы выглядит очень просто. H, FI равняется E, FI, E, E равняется b квадрат на 2m для свободной частицы. Вот мы это и получили. Далее можно выписать полные решения во мнении Шейдингера. Ведь если я нашел связь хи и фи, я могу теперь полные решения записать для функции Пси гироковской. Давайте это сделаем. Итак, Пси гироковская равняется, я запишу некий множитель номеровки. Дальше я сделаю следующее. Функции у меня фиихи двухкомпонентные. Двухкомпонентные. Я из этих функций выделю пространственную часть и временную часть. Пространственную часть и временную часть. Ну для свободного движения, стационарного, мы с вами временную часть уже о ней говорили, это E в степени минус E, Epsilon 3 на H, T. А пространственная часть для свободного движения, ну собственно это мы с членом героскопеори знаем, это E в степени и Kr, или E в степени и P делить на H, R. А вот все, что останется, я назову спиновой функцией. Спиновой функцией. Итак, общее решение, тогда это самое следующим образом. Вот смотрите, значит из фи, я вытаскиваю, фи это первые две компоненты, вытаскиваю пространственную и временную часть, я ее напишу справа. А останется только функция, которая двухкомпонентная, я ее у обозначу. Двухкомпонентная функция, ну причем ее можно нормировать, здесь видите я еще ввел множество из нормировки, эту двухкомпонентную функцию можно выбирать так, чтобы компоненты были безразмерными, безразмерными. Ну если забежать вперед, то это будут функции типа 1, 0, 0, 1 такого типа. А дальше здесь вот стояла хи, но хи видите, как выражено через фи. Значит, опять же я пространственную временную часть из фи занимаю, направо буду писать. А что останется? Ну вот это вот останется, конечно, отношение. С, сигма, П, эпсилон плюс НС квадрат, У, ну а здесь Е в степени минус И, эпсилон делить на Н, Т, Е в степени, и П делить на Н, Р. Вот полное решение Дилоковской функции для свободно движущейся частицы. Здесь вот видите, волей-неволей у нас ходит двухкомпонентная величина У, в целом, четырехкомпонентная функция, естественно, остается У. Пока она неизвестна, и даже не совсем понятно, что это короче, с чем это будет связано. В приближении, когда движение идет с малыми по отношению к скорости света скоростями, значит, здесь я могу заменить на 2 НС квадрат, это когда будет С, сигма, П, 2 НС, но сократить С, будет сигма, П на 2 НС, вот здесь вот. Вот это полное решение. И эпсилон энергия, мы ее тоже нашли, то есть фактически нашли и вид волновой функции Дилоковской частицы, и энергии Дилоковской частицы. Так, теперь вот давайте поговорим о спине. Дело в том, что в Дилоковской частице свободы движущейся можно ввести некоторые новые физические величины, которые у нас не было в обычной классике. Вот давайте попробуем, а как, собственно, мы эти величины вводим? Мы с вами договорились, с фантомеханикой физическим величинам ставим в соответствии армитовые операторы, армитовые операторы. Ну, можно наоборот, если вы нашли какой-то армитовый оператор, то ему можно поставить в соответствии физическую величину, либо известную, ну, например, оператор, минус H квадрат на 2 Н, оператор Лаплас, мы ставим P квадрат на 2 Н, этическую энергию, импульсу там ставим в соответствии, армитовые операторы, импульс и так далее. Но это принцип этой связи, эрмитовый оператор, физическая величина, может распространяться и на новые, неизвестные до сих пор науки физические величины. Но мы посмотрим, как это в нашем случае делается. Давайте попробуем построить такой эрмитовый оператор, но в рамках нашей эрмитовской, вот, 4 компонента теории, который бы соответствовал новой физической величине. Более того, для свободного движения, вспомним, я не рекомендую, для свободного движения, интегралом движения был импульс. Импульс. Что это означало, кстати? Это означало, как мы с вами договаривались, закон сохранения в квадратной механике формулируется следующим образом. Для того, чтобы физическая величина была интегралом движения, необходимо, чтобы оператор ей соответствующий коммутировал с оператором Гаментон. Вот у нас оператор Гаментон, вот он, видите, кстати, я его нестек, много сделал на него, покушение, но нестек. Мы найдем не только эрмитовый оператор, но мы сейчас найдем эрмитовый оператор, который коммутирует гементонианом, нашим директорским гементонианом. А значит, он будет соответствовать физическое величине, которое сохраняется, является интегралом движения для свободной деятельности частицы. Ну, опять же, забегая вперед, я скажу, мы же практически уже договорились, что речь пойдет о частице со спины 1, 2. Ну, представьте себе, частица со спины 1, 2. Некий такой волчок, да, вот у него собственный, ну, луна, она обращается вокруг собственной оси, о, волчок, но он же может вращаться во или против часовой стерени, это очень важно. Значит, два состояния, ну, есть. Ну, для спины, это, соответственно, разным значением проекции спины, у момента на ось, выделенную ось. Для свободно движущей частицы выделенная ось 1, это направление движения, ось импульса, фактически, поэтому мы можем говорить в нашем случае для частицы спины 1, 2, о двух состояниях, которые отличаются знаком проекции спинного момента на направление импульса, на направление импульса. Опять же, забегая вперед, скажу, что величина, которая соответствует проекции спины на направление импульса для частицы, называется спиральностью, спиральностью частицы. Ну, и понятно, если это волчок, то этот волчок должен, у него ось должна совпадать с направлением движения частицы, вращаться он может по часовой стрелке, проекция спина плюс 1, 2, и против часовой стрелки, проекция спины минус 1, 2. Значит, разную спираль, в одном случае он будет закручен по спирали правой, в другом случае по спирали левой. Так вот, мы сейчас такой оператор, правда, мы говорили о спине, да, о спине, и я от ответа постараюсь задачку решать. Кстати, короче, решение задачи от ответа. Вот раньше, в школе, я не знаю, как сейчас, задачи, как всегда, в конце, в реакции. Ну так, номер задачи, ответ, номер задачи, ответ. Поэтому решение задачи всегда выведет так, начинаешь смотреть ответ, не решаешь, а подбираешь решение. Может, мы только к ее так и придем. Ну ладно. Итак, насчет, заодно, спиновая матрица, как выглядит? Спиновая матрица у нас, ну да, матрица Паули, фактически, обратите внимание, матрица Паули, от матрицы Паули мы переходим к спиновым матрицам, если, обозначая H пополам на Сигма. H пополам на Сигма. Ну у нас четырехкомпонентная теория, да? То есть, сами Сигма нам не подойдут, нам нужна четырехкомпонентная матрица, с которой мы связывали спин тоже, да? Так мы давайте построим, я обозначу эту большую четырехкомпонентную матрицу, я обозначу Сигма, большое. И эта матрица будет так выглядеть, смотрите, Сигма, Сигма, суперматрица, четыре на четыре, которая будет состоять из матрица Сигма, два нуля. Она похожа на матрицу Альпа, вот, кстати, мне кажется, матрицу Альпа здесь тоже выписали. Я напомню, матрица Альпа у нас так выглядит, ноль, ноль, Сигма, Сигма. То есть, это похоже на матрицу Альпа, только Сигма, он не гадалит стоит, Сигма большое. Естественно, я могу ввести тогда еще и матрицу С большое. С большое равную, ну вот, аж пополам, аж пополам на Сигма большое. Ну, здесь разницы большой нет. То есть, видите, когда мы говорим о операторах или матрицах, соответствующих физическим величинам, так, то понятно, что множитель численный, он роли большой не играет. Он играет роль только тогда, когда мы пытаемся привязать этот оператор в конкретной величине, вкладывается в какие-то соотношения с другими величинами и так далее, тогда мы этот множитель будем выбирать. Ну вот, тут-то я слышу, аж пополовно понадобится. Вот такое рассмотрим оператор. Сам по себе оператор Сигма, матрица Сигма, не коммутирует с оператором Альпи. Но из Сигма можно построить новый оператор, очень простой. Вот такой вот Сигма-П. Сигма-П, скалярное произведение. Ну, кстати, это, видите, как Альфа-П похоже, так? Вот здесь матрица Сигма от Альфа-П отличается. Так вот, оператор Сигма-П, еще и это матрица, на самом деле, да? Это матрица, как она выглядит? Вот так вот. Сигма-П, нулевая матрица, нулевая Сигма-П. Это матрица 4х4. Вот эта матрица и можно проверить, она коммутирует с оператором Генкерским гаметлинианом, с оператором HD. С оператором HD. То есть я могу написать условие коммутации Сигма-П с оператором HD. Оператор, ну тоже матричная форма здесь присутствует для этого оператора. Да? Коммутатор равен нулю. Ну, во-первых, мы проверяем, что матрица Сигма, а значит, и Сигма на П это Эрмитовая матрица. Почему? А уже Сигма Эрмитовая и П Эрмитовая, Сигма маленькая, Эрмитовая и П Эрмитовая. Значит, Сигма на П вся эта матрица Эрмитовая. То есть мы можем поставить соответствие этой матрице Сигма-П физическую величину какую-то, да? Причем эта величина будет интегралом движения. Вот смотрим сюда. Сколько, сколько соответствует оператор коммутируется, оператор равен. Но это надо просто проверить. Эта задачка для вас уже будет. Проверить, что действительно этот коммутатор равен нулю. Ну, это просто такие маточные соотношения. Такая рутинная. задачка. А что это за физическая величина? Ну, легко увидеть, что Сигма-П скалярная это практически величина, которая связана с проекцией Сигма на направление П, на направление импульса. То есть если у вас импульс для свободно двигающейся частицы сохраняется, то значит интегралом движения для линейных соотношений будет и величина мы ее назначим так Сигма-П Сигма-П это проекция физической величины соответствующей матрице Сигма на направление импульса ну, вектор матрицы, потому что Сигма у нас, видите, она вектор матрицы. Значит, с этой вектор матрицы мы связываем физическую величину спин вот этот С большой. Ну, и другими словами, если Сигма-П интеграл движения, то и С-П тоже интеграл движения. Тоже интеграл движения. Ну, давайте посмотрим, какие значения эта физическая величина будет принимать. Какие значения будет принимать эта физическая величина. вспомните, что спектр возможных значений физической величины, которую мы поставили в соответствие оператору, это просто собственное значение оператора. То есть собственные значения оператора образуют спектр возможных значений. Ну, давайте посмотрим собственное значение оператора Сигма-П. Я выберу направление П за else Z. Тогда просто Сигма-Z будет. матрицы sigma z большое будет состоять из матриц sigma z маленькой матрицы sigma z маленькие они очень простенькие такие матрицы как это все будет выглядеть вот давайте я запишу и так sigma p повторяю что ось z я выбрал вдоль p тогда sigma p это фактически sigma z и и это матрица очень простая 1 вот блоки да вот такие блоки это нулевые блоки 0 0 0 0 0 0 0 0 а здесь 1 минус 1 0 0 1 минус 1 0 0 мы видим что фактически собственное значение этой матрицы это 1 и минус 1 1 и минус 1 собственное значение если я перейду к матрице с то собственное значение будут плюс минус аж попала плюс минус аж попала ну давайте значит собственное значение сз обозначу я просто через ну видите вот если придется ввести букву и аж а снова хелисити спиральность давайте так обозначается просто эйдж аж какие значения спиральность принимает ну это все равно зависит как мы ее мы как мы нормируем эту гречу ну как мы ее переобозначить повторяю что на самом-то деле если sigma z у меня опират матрицы коммутирующие зрения даниана до этой матрицы можно поставить соответствующую величину но и матрицы 2 сегма тоже можно ту же величину поставить соответственно дать то есть понятно что величина которой мы говорим это этими соотношениями она при нас точно сюда до нормировки как некий да то есть сама к саму вечеру мы определить не можем мы можем сказать что это величина принимать два значения два значения отличающих знаком ничего больше ну вот мы нормируем ее на значение спина поэтому хелисити в нашем случае будет плюс минус аж попала плюс минус аж попала и мы будем говорить о спиральность и как фактически по величине связывались с проекцией спинного момента на направление движения диагностей частицы плюс минус аж попала 2 значить вас еще не правится спина еще раз повторяю что пока о спине мы очень условно говорим почему потому что ну мы собственно не знаю что это величина ведь спины это спиновый механический момент момент а пока мы в общем работаем ну и здесь уж у нас на согревает это аналогии не знаю что да вот спиновой матрицы спине 1 2 но первых у нас не скину 1 2 никуда мы этого еще не сказал группа матрицу на свете не 2 на 24 на 4 говорят поэтому нам еще надо как-то доказать доказать что мы имеем делать частицы со спинного завтра вот это мы будем сейчас доказывать давайте рассмотрим заряженную частицу заряженную дирековскую частицу а затем что сделаем поместим эту частицу в магнитное поле вот тогда мы можем точно определить значение спины каким образом ну для заряженной частицы если частица обладает механических моментов она будет обладать магнитным соответствующий момент то есть если она обладает спину механический момент и магнитным моментом чем он как мы знаем из классики пропорционален механический момент через гиромагнитное отношение поэтому если я прикладываю поле и я сейчас что должен увидеть я должен увидеть появление вот этого взаимодействия магнитного момента нового связанного с моим предполагаемым спинам с магнитным полем ну давайте посмотрим итак следующий раздел дирековская частица в магнитное поле дирековская частица в магнитном поле мы так последствия рассмотрим начали парни то потом электрическое поле ну кстати это что означает мы переходим вот свободно дирековской частицы для него фактически мы только две величины выделили это импульс крон собственно чури для шлеймерской частицы работы а новая величина вас появилась спиральность мы предполагаем что это величина предполагаем связано со спинам чем просто а со спиной проверяем и так включаем внешне магнитное поле уравнение уравнения оставлю нам как-то нужно в этих уравнениях учесть магнитное поле ну как это мы сделаем но мы знаем из классики что учесть магнитное поле можно перенормировая перенормировая импульс то есть классики электромагнитное поле учитывая следующим образом мы делали замену импульса в данном случае речь идет об операторе импульса на обобщенный импульс п минус е цена а где а векторный потенциал а векторный потенциал если мы говорим о гранитном поле потенциал гранитного поля обычный пусть поле добавляется импульс поле вот этот обобщенный импульс ну за счет мы чтобы учесть действие на береговскую частицу заряжена теперь е зарядка взял ясно под электрон не покажу чтобы учесть действие магнитного поля я должен этих уравнений вместо подставить обобщенный как я это делаю ничего первых снова возвращаемся ко второму уравнению по умолчанию вечера всегда будет идти о решении положительно определенным решением и так значит я из того уравнения видят хи выражают через фи тогда на что мне будет вот здесь вот я просто у себя подставлю вместо п п минус е цена а вот так вот и ну и здесь все второе уравнение не отработало я подставляю все это в первое уравнение но там тоже п заменяю на п минус е цена а дальше оставляю в знаменателе для положительного определенного решения эксилон равняется mc квадрат правда здесь у меня было написано и так полагает и вселон мц квадрат дальше в вашу величину и равную эпсилон минус mc квадрат то есть вот это и это друг другу могут противоречить смотреть вот эксилон порядка мц квадрат что назначает означает что е это энергия отсчитываемые потенцией квадрат правильно это величина для движения со скоростями далекими по сравнению от скорости света это величина маленькая то есть ясно что мы будем рассматривать случае когда есть много меньше мц квадрат то есть другими словами вексе в квадрате много меньше единицы будет работать так вот в этом приближении смотри что вы делали возит знаменателе я и просто полагаются и квадрат а вот здесь вот у меня видите появится тоже е е минус е минус е я оставляю то есть я практически линейные эффекты по ей учитываю но если бы я получил знаменателе это не дало бы на самом деле а квадратичный по ей эффекты эффект уже порядка цель 4 по словам не сиди ничего уже аккуратно следить итак что мы делаем здесь я эксилон заменяю на мц квадрат тогда соотношение будет проще все таки я его перепишу хи равняется сигма п минус е цена а так делить на пальцы и это я подставляю сюда первое уравнение а ну и значит mc квадрат переношу налево е получается у меня так вы записываю уравнение относительно фи вот так вот выглядит е и и и равняется у вас ей будет так вот сигма п минус е цена а еще раз сигма п минус е цена а дальше c ну и здесь еще два и цена значит все сократится 2 м останется и так правая часть результате будет так выглядеть сигма п минус е цена а ну вот здесь я все-таки в квадрате напишу так а то у меня очень видно расписать хотя надо было бы расписать конечно на 2 м фи а все очень чем сатенью очевидно что если вектор и потенциал ну равен так то я просто получу опять же п квадрат на 2 м то есть вернусь к уравнению шрилингера для свободного решения но мне нужно слагаемых и учесть я воспользуюсь вот такие такой формулы это свойство матриц паури я напомню сигма а на сигма b где а и b какие-то операторы или матрицы векторные или операторы векторные просто обычные векторы все это равняется а на б скалярно плюс и сигма вот этой формулы это свойство матриц паури я воспользуюсь то чтобы я видя здесь сигма на вектор а по имму сердце на а еще раз сигма на п минус и цена то есть у меня а и b одинаковыми здесь будут так что я получаю результате правую часть я теперь распишу результате у меня первое слагаемое первое слагаемое это будет п-минус е цена в квадрате ну я его сразу распишу расстроена квадрат и так правая часть п квадрат на п-м дальше чем минус е цена в квадрате удвоенное произведение появится почему удвоено сейчас поясню это будет так минус 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 е на mc б на а или а на п это вот разлагаемое переплёсное и наконец слагаемое а квадрат еще появится значит е квадрат на цель квадрат здесь по и плюс е квадрат на 2м c квадрат а квадрат все у меня отработала та часть которая связана вот со скалярным произведением п минус е цена а квадрате само на себя здесь я учел что п на а для поперечного поля равняется а на п а на п дело в том что вообще-то говоря это не очевидность того что это деференциальный оператор тем не менее для разницы между п а и а до п состоит в слагаемом с дивергенцией а универгенция для поперечного этого поля нулю равна я все-таки распишу а то возможно проблемы пена мне нужно пронести через а получить а на п но при перенесении через а я должен а пронизировать я получаю минус и наш на было а а а это есть дивергенция а плюс а на п дивергенция а но для поперечного электромагнитного поля то 0 вот часть кстати обратите внимание здесь вообще говоря я никакой образом никаких матриц пауле не учел классической это это не совсем классическая лучше скажу так это шейнгерская слагаем если бы я учитывал электромагнитное поле для шлейнгерские частицы я получил вот это слагаем что пузырье закрыл написал фи черт но у меня еще одна слагаем остается с векторным произведением вектор п минус е цена а вектор на п минус е цена а равняйте п на п вектор 0 а векторное произведение ноль остается только векторные произведения такие не нулевые а на п и п на а я в том что п на а также как и вот в предыдущем случае я здесь коляже было произведение п на а векторно даст а на п векторно ну и еще надо будет продеференцировать а там появится что на блок векторно на а это ротор а и так вот эти перекрестные слагаемые они дадут результате слагаемые как раз с этим ротором а я вам прямо запишу и так откуда оно появится п на а вот отсутствие вот из этого слагаемого еще раз повторяю когда я беру векторное произведение п на а и пытаюсь а на п получить так чтобы скомпенсировать другим слагаемым я должен по дороге продеференцировать а и так я получаю минус и аж на блок векторно на а вот это слагаемое останется но она будет умноженное счет на 7 и так появляется новое слагаемое здесь у меня плюс пишем что за будет плюс вот она раз тут еще в нем и единичка минус и на е единичку нас будет аж сигма да но там еще есть два и ну еще и цена и так это выслагаем вот как выглядит плюс е на 2 mc и называются аж аж и ротор а а чем вине сигма а сколько закрывается и понятно что именно вот это слагаемые это слагаем последнее она обязана именно дирьковского характеру частицы это не шейтингеровской слагаемый проторка я заменяю напряженность магнитного поля для учитель что напряженность магнитного поля и фактически я это уравнение переписываю в виде ефи равняется аж оператор гамильтона на фи и получаю оператор гамильтона оператор гамильтона и в целом уравнение которое мы с названием уравнение паули вот это уравнение кстати это уравнение было записано паули двадцать седьмом году а дирековская теория двадцать восьмой год паули еще угадал до дирека и так фактически я уравнение переписываю в виде похоже на швейдингеровской аж и равняется ефи где е считывается от энергии покоя раз оператор гамильтона содержит вот он весь здесь выписан это фактически п квадратная м плюс плюс 1 2 3 слагаемые эти слагаемые так обозначу в заимановская орбитальная плюс в диамагнитная следующие слагаемые в ну давайте так напишу хорошо заимановской только здесь напишу диа и наконец плюс в заимановская спиновая и вклады я получил вот так они все называются орбитальная геомагнитная и спиновая слагаемые ну вот в следующий раз мы и проанализируем и начал